Всем здравствуйте. Как говорится, и года не прошло. В гостях Олег Георгиевич Бахтияров. Здравствуйте. Добрый день. Директор Института психонетических исследований. Я позволю себе коротенькое превью, почему, скажем, некие психонетические исследования в нашей современности актуальны. Я вот просто это всё хочу подвести под ту ковидно-вакцинную историю, которая сейчас разворачивается, где Путин даже сказал, что мы будем действовать методами убеждений. То есть, её и так многие относят скорее к психологической спецоперации, да ещё и действуют все методами убеждений. Соответственно, на всякую силу должно появиться, как там по закону Ньютона, сила действия равна силу противодействия. И вопрос, то есть, где её черпать, скажем так. Вот сформулировал постановку вопроса. Ну, я бы сказал бы, даже не противодействие, скорее от компенсации тех процессов, которые идут. То есть, мы наблюдаем вполне определенные процессы, которые разворачиваются перед нами. Вот мы видим, скажем так, вот разрушение культурных нормативов, которые ничем не замещаются. Это реальный процесс, который мы видим. Мы видим введение в ряде стран, у нас, слава богу, этого пока нет, квотирование, участие людей с разными признаками, с разными особенностями, там, политической жизни, художественной жизни и так далее, и так далее. То есть, мы видим действительно какой-то очень опасный процесс. Он сопровождается ещё и формализацией нашей жизни. Понимаете, когда мы говорим искусственный интеллект, который начинает управлять процессами и всем остальным, мы говорим о том, что именно формальная сторона этого процесса нас не удовлетворяет. То есть, то, что всё движется к тому, чтобы наши действия были заранее рассчитаны, продуманы и так далее. А нормативы культурные при этом начинают разрушаться. И поэтому, когда мы сталкиваемся с такими странными процессами, как ковид, это странная вещь. Понимаете, она странная и по характеру протекания самой болезни, и по реакции на неё, и всё остальное. Ковид нам нельзя обсуждать, нас сразу забанят на Ютубе. Можем его просто как пример взять. Мы его не будем трогать. Да, я хотел сказать, это как раз из темы того, что мы живём в свободном обществе, где есть куча закрытых тем при этом. Да, мы не будем трогать ковид и реакцию на него. Но мы только лишь можем сказать, что действительно разворачиваются странные процессы. Вот процессы связаны, допустим, с тем, что в Америке происходит. Вот эти расовые сдвиги, которые идут, и которые поощряются, и прочее, прочее. Это вещи, которые есть на самом деле. Ну, я хотел сказать, знаете, это скорее пример того, что вот обычно говорят про невидимую руку рынка, а тут дальше выясняется, что невидимая рука, она не только у рынка, и не только по вашим карланам шарит. Невидимая рука есть у всего. Это называется манипуляцией общественным сознанием. Когда это же начинается всё. Довольно хитро это сделано. Сначала под это научная основа подводится, потом это начинает внедряться. Но я опять хотел бы вернуться к тому, как этому попытаться противостоять, потому что, насколько я понимаю, это начинали изучать достаточно давно, и нам есть на что опереться, скажем, человечеству в целом. Ну, смотрите, вот я говорю, речь идёт скорее о некоторой альтернативе, которая может развиваться. То есть, когда вы видите процессы, серьёзные процессы, которые идут, вы их не остановите, а если остановить, они с большей силой только лишь будут идти. И можем только лишь разработать какую-то систему не противодействия, а компенсации, альтернативности. То есть, тогда, когда у нас появляется другая сфера нашей активности. Ну, если у нас всё становится формализованным, для нас что остаётся? Это сознательно, по большому счёту. У движения внутрь сознания. Но движение не как уход от окружающего мира, а наоборот, то движение, которое придаёт нам дополнительные силы. Точно так же, как формализация процесса придаёт дополнительные силы искусственным интеллектам, управлению и всему остальному, точно так же движение внутрь сознания должно придавать нам дополнительные силы, чтобы действовать в этом мире. То есть, можно уходить из сознания, можно покинуть этот мир, пожалуйста, сколько угодно практик существует. То есть, что эти силы там есть. Но они там есть, и они могут быть направлены сюда. То есть, вот мы подходим к такой вот переломной точке, когда, смотрите, вот человек формируется культурой, правильно? Вот у него есть врождённые качества, это одна его составляющая. Другая составляющая – это то, что культура с ним сделала, с этими качествами. То есть, люди, попавшие в разные культурные условия, с одинаковой генетикой, они будут по-разному реализованы, ну и наоборот. Ну, там много слоёв. Это же довольно знаменитая книжка «Игры, в которые играют люди». Я только автора не помню, но какой-то тоже известный. Игры-то эти все, они, собственно, все эти роли, они, собственно, есть культурные слои. Ну да, да, да. Вам же говорят, там, вы же культурный человек, не знаю, в носу не ковыряетесь, вот она вам роль. Да, а вот когда мы сталкиваемся с этими явлениями, что что-то начинает нами управлять не совсем хорошо, неважно, с помощью кнута или пряника, что гораздо хуже, но когда оно начинает нами управлять, мы должны выработать другие подходы, другие взгляды на это дело. И тогда у нас появляется еще третья инстанция. Вот помимо того, что у нас есть, я говорю, наша генетика, там, наша принадлежность, то, как мы обработаны культурой, как мы созданы ею, есть еще вот это вот наше «я», которое этим не затрагивается, внутреннее «я». И бросок туда, вот к этому внутреннему «я», вот он, пожалуй, составляет главный пафос всех нынешних разработок, которые начинают вестись, ну, в той области, которая называется психотехнологиями. Не совсем точно называется, потому что это не столько работа с психикой, сколько работа с сознанием. Вот и создание новых форм. Сознание, новых форм мышления и всего остального. Может, отреагировать на те процессы, которые сейчас идут, старыми формами уже не получается. Они действительно начинают тесняться на периферию, забираться, там, другими устройствами и прочее, прочее. Значит, нужно создать новые формы. А когда мы говорим о новых формах сознания, о новых формах мышления, то это уже должны быть вполне определенные операции, которые там, внутри сознания, мы начинаем производить. И вот это становится действительно по-настоящему интересной темой. Знаете, вот тут прозвучали слова, которые описывают нашу организацию, Институт психонетических исследований. Вот слово «психонетика» появилось в 1970 году, когда ТТИСи Кадзума, это создатель корпорации «Умрон», который одновременно был футурологом, он построил там систему технологических циклов. И вот за информационной эпохой должна была последовать эпоха биотехнологии, но не последовало. Биотехнологии нет. Вот есть отдельные вещи, которые мы можем там как-то во что-то вмешаться, но на самом деле управлять живыми процессами мы не можем. А за этим должна последовать эпоха психонетики, начало которой он отводил на 2025 год. Примерно так вот, что, как ни странно, действительно к этому все движется. То есть тогда, когда основой технологии становится работа с сознанием, тех форм, которые мы создаем внутри сознания. Вот и смотрите, какая ситуация сложилась в настоящем времени. Объем психотехник достаточно большой. То есть психотехническое обеспечение различных видов деятельности, как это формулировалось в свое время, вот это вещи, которые имеют тоже историю несколько десятилетий. То есть это то, что касается и работы в экстремальных условиях, в особых условиях. Сейчас это то, что касается управленческой деятельности. Вот мы не рассматриваем то, что касается решения проблем человека. То есть это вот, скажем, такие терапевтические вещи, они существуют, но они существовали всегда. С той или иной позиции, но все равно эти вещи производились, так или иначе. А сейчас речь идет о том, чтобы начинать работу с сознанием, вводить уже в качестве основы очень многих практик. Вот и волна такая на самом деле идет. Вот смотрите, в Америке, начиная с 2016 года по 2021 год, в четыре раза увеличились средства, которые бросаются на работу с сознанием. У них это примитивно делается. Вот я могу сказать, что то, что у них сейчас является какой-то ведущей отрасли, это то, что у нас там было лет 30 тому назад, на самом деле. То есть у них это процесс, который по своим причинам начался гораздо позже, чем у нас. Но он тем не менее идет. В 2016 году 2 миллиарда долларов у них крутилось в этой сфере, сейчас 8 миллиардов. Понимаете, при всем том, что у них есть очень большие ограничения. То есть если вы предлагаете психотехнику, которая к чему-то нехорошему привела, ну, знаете, там придется платить. Ну, известная история, когда одна из фирм, которая производила игровые продукты, обещала, что вот с помощью этих игр улучшается память, болезнь Альцгеймера отступает и прочее, прочее. Одного пожилого человека болезнь Альцгеймера не отступила. Извините, то ли 40, то ли 50 миллионов долларов они были вынуждены выплатить. Поэтому у них есть свои ограничения в этом плане. Но тем не менее, необходимость сейчас, я говорю, резко возросла. И даже сейчас вот к нам поступают запросы сейчас не только от наших стандартных клиентов, скажем так, от экстремальных видов спорта, экстремальных видов деятельности, то, с чем мы на самом деле работаем, но они начинают поступать уже и от руководства крупной корпорации, для которых важным становится уже в каком-то смысле расшатывание мышления вот их управленческого персонала. Что является показателем, это сейчас немногие фирмы, это буквально там 5-7, которые ставят перед собой эти задачи. Но это то, что на самом деле действительно есть у нас. А теперь смотрите, вот когда мы начинаем работать со знанием, должна же появиться еще дополнительная мотивация. Это не просто ответ на запрос рынка, как таковы. Это еще и некоторые внутренние движения. То есть, ну, для кого-то это развитие своих качеств, это другое, нежели решение прагматических задач. А для кого-то это движение, ну, к тому центру нашего сознания, нашей личности, что на самом деле только сейчас начинает уже проявляться как новосознанная задача. То есть, она часто была частью религиозных практик, там эти вещи для целого ряда религиозных направлений были важны. Ну, для суфистов очень важны. Ну, для суфистов, вот сюда даже, ну, истихазм, возьмите, истихазм, в общем-то там вполне определенной психотехники, которая во многом корреспондирует с тем, что, в общем-то, мы и делаем. Эти умные молитвы, это вот в ее основе лежат определенные техники, которые можно использовать и для прагматических задач. Ну, скажем так, не только для прагматики, но и для внутреннего развития. То есть, а что такое внутреннее развитие? Это когда мы движемся к тому центру нашего «я», который становится активным. Вот мы говорим о культурном кризисе, действительно кризис, действительно есть, в общем-то, это дело. А культура же нас создает. И когда она перестает нас создавать как постоянно развивающихся существ, то, что было еще там, 50 лет тому назад, это еще было, еще культура сохранялась, как таковая, сейчас это уже не так, то мы должны дать на это какой-то свой ответ. И тогда у нас начинается движение в сторону пробуждения активности сознания. Вот у нас наши техники, наши практики, они, в общем, так и носят название активное сознание. Каким образом сделать сознание не реактивным, не реагирующим на то, что приходит к нам, а активным, когда оно что-то начинает производить и порождать. То есть, до последнего времени культура порождала формы. Ну, творческие люди, понятно, там, забрасывали свои продукты, какие-то продукты, культура включала в свой состав, какие-то отвергала, какие-то оставались на периферии, какие-то там через 50 лет начинали включаться. Ну, опять-таки, когда мы говорим о центре сознания, мы говорим тогда о воле. Вот смотрите, история-то воли, в общем-то, работа Шопенгауэра. Он долгое время писал на эту тему, в общем-то, один из пионеров рассмотрения этой темы. Не читал, не знаю, что он писал на эту тему. Ну, воля как один из факторов, в общем-то, вот его работа так и называется «Мир как воля и представление». То есть, представление, то есть, так как мир поступает к нам, как мы его видим, ну, и воля, как мы действуем в мире. Он стал популярен только после своей смерти. Вот при его жизни, ну, так вот, где-то на периферии что-то писалось. А потом вот, когда уже пошли процессы, связанные с активным вмешательством в окружающую среду, вот внезапно эта тема стала уже звучать по-настоящему. Вот, а сейчас она действительно начинает звучать уже по-серьезному. То есть, мы тогда говорим о том, что мы должны найти в себе вот этот процесс порождения, порождения различных продуктов, культурных продуктов и так далее. Не тогда, когда культура нас создает, вот мы находимся в том кризисе, когда она перестала что-либо создавать, на самом деле. Она как бы не перестала, ее заменили скорее неким суррогатом, который стал создавать суррогат. И тогда смысл в нем теряется, и да, это уже и культурой-то не является. Да, и культура откатывается на периферию, то есть, она никуда не денется, но она уже начинает жить в оазисах, понимаете, вот то, что было ведущее, линия развития людей, стран, цивилизации. Не зря появилось слово субкультура, потому что, в общем-то, это уже субкультурный шиномен. Ну да, да, это уже уровнем мира, понимаете, за культурные ценности человек может, в общем-то, отдавать свою жизнь, а за субкультурные, простите, нет. Это уже там как-то не очень-то будет получаться, на самом деле. А когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда внешние процессы уже перестали нас развивать, поднимать на тем уровнем, на котором мы находимся, а наоборот идут, тогда остаётся только лишь одно – найти эту порождающую инстанцию внутри нашего сознания. Вот тогда мы и говорим воля. Воля, как ничем не обусловленная, порождающая активность. И тут мы сталкиваемся с тем, что вот в истории человечества это же постоянно ведётся дискуссия. С картинами мира? С картинами мира и наличия или отсутствия свободной воли. Понимаете, ну, тысячи лет ведётся дискуссия, которая ни к чему не приводит. То есть, такое впечатление, что есть какой-то тип людей, для кого это является актуальностью, реальностью, а для кого-то нет. Понимаете, вот этот вот раскол мы сейчас наблюдаем, по большому счёту. Но для того, чтобы действительно сделать вот то, что мы хотим сделать, для этого нужны определённые техники, которые туда ведут. Откуда они берутся, в общем-то. Они не могут взяться и с терапевтической практики, потому что там нужно человеку, у которого есть проблемы, ну, вытащить на более-менее нормальный уровень. Для социализации. Для социализации. Ну, на самом деле, как положено, там, во всякой практике, там, значительные ветви этого, просто делают себе постоянных клиентов, когда психоанализ длится, там, 10 лет для человека. То есть, понятно, это не решение проблемы, ну, в ком-то смысле взаимодействия, но частично включение обычной жизни. Ну, я вам могу сказать, что я общался с ведущим специалистом в Кащенково, он сразу говорил такую вещь, например, что никто в мире не лечит шизофрению. Во-первых, потому что ей точного определения нет. То есть, они могут выписывать различные химические препараты, которые так или иначе будут гасить мозговую активность в той или иной степени, чтобы человека, да, плюс-минус социализировать. У нас в Советском Союзе, на Западе, кстати, такого нет. В Советском Союзе была разработана техника, когда вводили в кому, и это искусственная кома. Но, опять же, это, по-моему, Ростов называл, школа там сохранилась, но они ни за какие деньги, никто на этот риск не пойдёт, потому что это ответственность на врачах. А там не факт, выйдете вы из неё, не выйдете, и это тоже не даёт гарантии, но бывают такие случаи, что человек перепрописывается полностью. Это я вот там к картине мира, к схемам мира пытаюсь там подводить. Нет, ну да, в общем, когда мы имеем дело с шизофренией, мы имеем дело с серьёзным процессом. Ну, там просто картина мира, человек может поменяться полностью. Вот они его ввели, он, по сути, прошёл клиническую смерть, вышел, и она будет снова писаться с чистого листа. Ну, знаете, да, потому что, смотрите, мы формируемся определённой картиной мира, она условно, вот та картина мира, которая сейчас, вот её не было 200 лет тому назад. Не было. И не будет через 100 лет точно так же, в общем-то, она сменится совершенно другой. Вот, но у нас вот есть вполне определённые вещи, которые мы считаем, что они проявляются тут, а других вещей быть не может. Ну, смотрите, вот система совпадения, например, она обозначена, термин есть, ну, наш жаргонный термин психологический, который вёл Карл Юнг, о каузальной синхронистической зависимости. То есть, тогда, когда идёт совпадение событий, между которых нет причинно-следственной связи. Ну, вот, как пример, я часто рассказываю пример, моей матери, в общем-то, она работала после института в травматологии. По травматологии ночью привозят человека с откушенным носом. Очень редкая травма, могу сказать, что... Я сомневаюсь, что в Москве там чаще, чем раз в 5 лет откусывают носы. Ага. Из другого района города в ту же ночь привозят другого человека с откушенным носом. Связи между ними нет никакой. Носы откушены разными женщинами. Никакой связи нет. Но, тем не менее, это события, которые совпали по времени. Вот, они связаны между собой, а способа описания этой связи у нас нет. У нас нет способа описания событий, которые совпадают, опять-таки, по времени. Но другой пример, который тут тоже знаменитый, он используется во многих работах биологических, где постулируется наличие, может, генетических полей и всего остального. Где-то в середине 30-х годов в Европе вороны научились открывать пивные бутылки. Долгое время это им не удавалось. И буквально через несколько дней этот навык распространялся не только в Европе, но и в Америке. Как вы понимаете, вороны не перелетали через... Через Атлантику. Да. Про обезьян еще рассказывают, как они картошку учатся мыть. Да, вот то же самое. Ну, то же самое происходит в Лиле. Но та картиномера, в которой мы находимся, она отвергает эти вещи. Она говорит, ну, случайные совпадения. То есть, мы не можем это описать. А почему не можем описать? Нет соответствующей схемы мира, и она не подтверждается формами мышления, которые их поддерживают. Очень хорошая мысль. Отсюда мораль, в общем-то. Нужно разрабатывать эти новые формы мышления. А про пистолет расскажете? Вы мне говорили, что про пистолет расскажете. Еще один пример. Который более крутой, чем вороны с пивными бутылками. Да. Ну, это вот случай, который наблюдал, который, когда его рассказываешь, это можно и не поверить. Но представьте себе, как мысленный эксперимент. В 2012 году я был в Сирии. Меня пригласили там работы по аналитике. Анна Нилс пригласила эту организацию. Увы, покойный Марат Мусин. Все знаем, мы с ним общались. Он очень бодро себя нашел там, все время говорил, я всех вытаскиваю на передовую, сразу всех на передовую вытаскиваю. Да, ну, я говорю, поразительный человек, в общем-то, и творческий человек, много чего написавший, разработавший многие доктрины, тем не менее участвовавший во всех этих событиях, которые происходили. Но в 2012 году там ситуация была отнюдь не такая, как сейчас. Дамаск, в общем-то, он так наполовину контролировался правительственными войсками. Нам раздали оружие, пистолеты местного производства. Ну, и когда ты получаешь оружие, его же нужно проверить, в общем-то, работает ли он. Вот что делается. Вот пистолет, пустой пистолет, вставляется туда магазин 8 патронов, но они выщелкиваются, передергиваете затвор, вот и вываливается, патрон выскакивает. 8 патронов выскочило, больше ничего нет, но люди военные знают, что иногда незаряженное оружие стреляет. И поэтому контрольный спуск. То есть, вы направляете пистолет на угол стены и пола, передергивается затвор, спуск, щелчок. Вот и наш переводчик именно так и сделал. Сделал, передернул, все, ничего нет. Даже когда потом эту историю начинали описывать, что там где-то задержался патрон. В стволе нужно. В стволе в автомате еще можно себе представить, вот пистолет, где он там может быть. И он дает, зачем-то он передергивает его второй раз. Ну, просто так уже играючи, уже не направляются в нужное место. Спуск, раздается выстрел, в пулю пробивает раритетный диван, на котором спал первый президент Сирии. Ну, в том помещении у нас эти работы проходили. Ну, потрясение, конечно, понимаете. Для человека это было потрясением. История там имела свое окончание, когда мы ради успокоения уже этой ситуации, кстати, вынуждены были распить бутылку местной водки. И на высоте этого дела у него было теологическое откровение. Он сказал, Аллах творит из ничего боеприпасы для сирийской армии. Но это было весело. А тем не менее, смотрите. Но тем не менее, мы подошли к картине мира, где Аллах творит боеприпасы. Это тоже картина мира, кстати. Да, но смотрите, в общем-то, как мы можем это описать. Ведь тут мы не можем сказать, что вдруг патрон откуда-то появился. Произошло событие, которое потом у нас как бы развернулось на гильзу, на пулю, на выстрел. То есть, описать эти вещи мы не можем. Вот тем не менее, во время от времени такого рода события происходят. Ну, на периферии нашей жизни мы отвергаем эти вещи. Но тем не менее, они происходят. Ну, смотрите, иногда желание человека приводит к тому, что оно реализуется. То есть, бывают очень экзотические желания. Я просто хотел по себе пометить, что у нас почему им не уделяют должного внимания? Потому что у нас эти события пытаются не осмыслять, а объяснять. Давайте мы увидим что-нибудь необычное, а потом, как это там есть бритва Акама. Кстати, никакой монах Акама никакую бритву там не придумывал и никогда не говорил, что нужно всё отбросить. То есть, это уже там выдумки и додумки. Вот, это всё появилось там в период просвещения. Ну, культурный продукт. Да-да-да-да. То есть, на самом деле, если бы люди шли не через попытки объяснить, потому что они берут, давайте это объясним как-нибудь, не расширяя картину мира, а вот держа её в этом зауженном диапазоне, который нам дали. И обязательно, если вы захотите, вы какое-нибудь объяснение придумаете. Я же вот вам сейчас только что сказал, что ну, в стволе наверняка он был. И любое. Я вот уже много раз с чем сталкивался. Любое. Вот что бы вы ни рассказали, насколько было бы необычным. Поэтому если человек хочет как бы говорить, я вот тут, знаете, как бы скептик, это очень модно, я не говорю, что не надо быть скептиком. Я просто к тому, что это когда берут с водой ребёнка выплёскивают из этой там. Я сейчас объясню. И действительно, какую угодно, как бы вы ни рассказывали, какой бы случай невероятный, его действительно всегда можно объяснить через какое-нибудь, что вот это тут не так посмотрело, это не так подумало, это вот так всегда можно. При желании всегда любой случай необычный можно загнать в очень узкие рамки. При этом мы отбрасываем возможность увидеть другие... Другую картину мира, есть такой момент. Другие стороны мира. Да, да, да. А лучше их не отвергать. Ну и смотрите, вот опять-таки вот, почему мы говорим о необходимости нового форма мышления? Ну технологии, которые рядом с нами находятся, мир технологий, которые не развиты. Потому что у нас вот нет способа, допустим, описывать живые процессы. Наше мышление более примитивно, чем жизнь. То есть оно более сильное, чем механические составляющие, поэтому мы можем там строить здания, там компьютеры, ракеты и все остальное. А вот живое существо мы не можем ни создать, ни преобразовать, в общем-то. Ну убить-то его можно, конечно. А другого сделать с ним нельзя. Ну изменить там немножко какие-то генетические характеристики, там волосы станут другими, в общем-то и все. Это не создание нового. Это не старое коверкают. Да, это коверкают старое. А почему? Потому что наши формы мышления, я говорю, они сильнее, чем вот эти отдельные механические составляющие, но слабее, чем жизнь. А тогда возникает и задача создания тех форм мышления, которые были бы равны или сильнее жизни. Возможно ли это? В глубине нашего сознания, конечно. Но мы должны понять, с чем мы должны работать. Не со сложившимися формами, от них никуда не уйдешь, в общем-то, они не создадут этого нового. Проблема же ставится. Это же проблема, о которой я говорю. Это же не я первый об этом говорю. Проблема описания целостности. Георгий Смирнов еще в 1977 году, в общем-то, эту проблему обозначил, что нет способа для того, чтобы мы могли описывать и работать с целостностями. Но значит, за живым как таковым. Значит, их нужно создать. Каким образом создать? Георгий Смирнов, я просто, я извините, это психонетика и психотроника. Нет-нет-нет. Нет-нет. Он философ разработок проблемы целостности, работает в Институте системных исследований до сих пор. Интереснейшая работа, которые не имели продолжения, потому что он дошел до этого самого барьера, через который нельзя перескочить. Сформулировал этот барьер, пытался построить формализмы, которые это описывают. Но, тем не менее, пришел к выводу, что это не получается. Нужны другие формы мышления. А какие формы мышления? Вот тогда техники, с которыми мы работаем, они направлены на то, чтобы выделить те операции в сознании, из которых может что-то проистекать. Какие операции в сознании? Это не образы, с которыми мы работаем, а смыслы, которые лежат в их основе. Посмотрите, к нам приходит стимул, и мы понимаем его. То есть, наше сознание реактивное. Вот мы что-то увидели и поняли, что вот стакан перед нами находится. Сформулировали его, смысл пришел стаканом. Синий цвет увидели, смысл синего цвета. А здесь ситуация такая, что можно выйти в позицию, когда мы начинаем оперировать этими смыслами, лишенными чувственных проявлений. Но опять-таки, в психологии тоже есть свой жаргон. В общем-то, это амодальные смыслы, как говорится. Смыслы, лишенные каких-либо чувственных проявлений. То есть, те смыслы, которые лежат в основе многих ассоциаций, скажем так вот. То есть, синестезия. Нам нужно передать другому человеку, что у нас там сладкое блюдо или горькое, в нашем распоряжении круг или зигзаг. Ну, понятно, сладкое будет кругом. А почему? В основе лежит базовое смысловое переживание. Вот когда мы выходим туда, нас этому не обучают с детства, нас обучают выполнять приказы, которые к нам приходят, и всё. Но когда мы выходим туда, мы начинаем производить эти операции со смыслами, а какие там операции? Мы же их не извлекаем, не наблюдаем, мы их создаём, порождаем. И вот тут мы и подходим к этой точке, о которой я говорю. Выявление той волевой сердцевины, которая у нас есть. То есть, опять-таки, воля, которая порождает новые вещи. А для этого порождения причины основания нет. Потому что любые причины и основания, которые находятся перед нами, да, они к нам придут, мы их поймём, и начинаем действовать таким образом. А тут действия, у которых нет причины. То, что не может быть ни описано, ни рассмотрено, не только в современной картине мира, а в любой картине мира, которая описывается тем языком, которым мы пользуемся. Ну, язык, как он настроится? Мы же описываем мир последовательно, поэлементно, да? А я бы сейчас попросил какой-то пример, хотя бы абстрактный, того, что вы сейчас рассказали. Пример... Хотя бы абстрактный. Пример, как организовано наше мышление? Нет, вот того же... Или как мы выходим за его пределы? Вот это вот, да. Как выходим за пределы, и вот эта вся волюнтаризация сознания, насколько я понимаю, вы вот это описали. Да-да-да. Да, но это процесс, в общем-то. Понимаете, какая здесь возникает сложность? Мы можем описать процедуры, которые к этому ведут. Вот каким образом можно уйти от организованных форм переживаний их смысла, того, что находится в их основе? Вот процедуры такие есть. Вот они у нас отработаны, в общем-то, с ними мы работаем. Можно пример? Я же очень прошу пример, потому что люди сейчас не поймут, о чём мы вообще говорим. Очень много слов, в них теряется суть. Вот какой-то на примере эту суть можно показать? Не описать? Да, ну представьте себе, там красный круг, допустим, и синий круг. Вот его представили перед собой, да? А потом в своём же воображении за навесочкой. За навесочкой. Вы знаете, там находится красный, там находится синий, но это же внутренняя операция. То есть, вы его не называете, но знаете. Вы его не представляете, но знаете. А потом проведите операцию, когда цвета у них поменялись. Синий стал здесь, красный стал здесь. Вот когда вы несколько раз такую операцию проведёте, вот если вы не обучены этой технике работы со смыслами, вы потеряетесь. То есть, он всё время стремится по что-то развернуться. А тут мы вытащили этот смысл. А потом мы его направили куда-то в другое место, скажем, в область фигур. Красный превратился у нас в треугольник, а синий, допустим, превратился в круг. А что лежало в основе? Вот это вот то переживание, которое превращается во что-то. А потом оно начинает превращаться в действие. Вот смотрите, если мы создаём какой-то смысл, ну, сказать новый смысл, это тоже противоречие. Все смыслы нам даны с одной стороны, а с другой стороны, когда мы с ними работаем, мы их как бы создаём из ничего. А как мы его можем создать? Ну, смотрите, вот есть процедура разотрясления нашего «я». Ну, опять-таки, тысячи лет этим процедурам. Во многих практиках они используются, когда человек последовательно начинает понимать, что вот его тело – это не «я», в общем-то, эмоции его не «я», оценки его не «я», и даже действия, которые он производит, разотрясляясь, это тоже не «я». И вот он выходит от этой ситуации внутренней пустоты. Структуры уже все вынесены перед ним. Вот когда он производит действия отсюда из этой пустоты, они уже ничем не определяются. К нему уже не пришли никакие стимулы, они все находятся перед ним. И тогда это то, что выбрасывается наружу перед ним. Вот тут возникают, конечно, свои вопросы, в общем-то. Понимаете, когда мы об этом начинаем говорить, то возникает первый вопрос, к чему может привести, такой статус человека. Произвол начинается. На самом деле это не произвол. И тоже нужно понять, в общем-то, почему это не произвол. Представьте себе, что собрались люди такого типа, у которых пробуждена их воля, и над ними нет начальства. Есть образ анарха у Юнгера, у Эрнста Юнгера. То есть человек, который может включаться в различные процессы, но он никогда не включается в систему подчинения. Вот когда такие люди собираются, они не могут друг другу ничего навязать. Правильно? Ну, невозможно навязать. Насилие не пройдет, в общем-то. Но мы подходим к тому, о чем мы говорим. Мы будем действовать методами убеждения, методы убеждения не пройдут. Ну да, методы убеждения не пройдут. А что будут представлять собой эти люди, для которых убеждения не действуют, угрозы не действуют, насилие не действует. Вот как они начинают взаимодействовать между собой? Вот тогда уже и начинается взаимодействие, потому что я не могу установить свою власть над другим человеком таким, он не может установить власть. Но мы же должны взаимодействовать, мы же все-таки, получается, вышли в какой-то единый статус. И тогда начинается взаимодействие, которое очень трудно описать обычными словами. Но тогда мы ценим то, что другой такой же, как я. Вот когда этот опыт у нас появился, смотрите, там мы его поневоле переносим на процессы, в которые мы включены. То есть, опять-таки, процессы либо осуществляют насилие над нами, и мы убегаем от них, либо мы осуществляем насилие над ними, либо вообще, кстати, покидаем эту жизнь. А тут начинается взаимодействие. Ну, как с равным, в общем-то. Тогда вот то, что для нас было принудительным, действовало на нас, оно внезапно становится нашим партнером. И тогда мы переходим уже в ситуацию совершенно другую. Вот это и есть волонтаризация сознания и взаимодействия, которые могут быть там. Понятно, что этого нет. Это скорее вот как некоторый проект. И даже независимо от того, может он быть, будет ли он реализован или не будет, движение в эту сторону начинает порождать очень многие дополнительные реальности нашего сознания. То есть, у нас появляется возможность создания картин мира. Картина мира господствует над нами. То, что мы говорили, невозможен выстрел из незаряженного пистолета. Он иногда происходит, тем не менее. Понимаете, вот когда мы начинаем об этом говорить, а там мы начинаем уже создавать и формы мышления, которые это описывают. А формы мышления, смотрите, что у нас не описывается. У нас не описываются контексты. То есть, вот что-то происходит. Операция, которая у нас есть, в общем-то. Скажите слово «коса». В одном контексте это будет коса у девушки, в другом это будет коса в руках, в третьем будет там песчаная коса и так далее. А сам контекст мы не улавливаем. Вернее, мы его не выражаем. То есть, мы как сознательные существа его знаем, переживаем. Ну, поэзия на этом построена, на контекстах, по сути дела. Там дополнительные знания, которые к нам идут. А вот как вытащить вот эту операцию? И тут мы сталкиваемся с проблемой, с которой мы действительно работаем. Сейчас она начинает уже и транслироваться, и лекции на эту тему у меня там будут буквально с завтрашнего дня в Новгороде. Вот каким образом мы можем создавать эти новые формы мышления. Потому что когда мы их создаём, смотрите, что у нас происходит. Мы должны произвести внутреннюю операцию сознания, а для того, чтобы она начала работать, мы её должны выразить в какой-то форме. А те знаковые формы, которые у нас есть, для этого не подходят. Тот язык, которым мы пользуемся, он последовательно перечисляет элементы. А люди ведь иногда воспринимают всю ситуацию целиком. Вот смотрите, вот люди, которые попадают в экстремальные ситуации. Понимаете, мне там по роду своей работы приходилось работать во всех этих горячих точках. Последние 7 лет я уже так живу спокойной жизнью. В общем-то, когда это она была не совсем спокойная. Вот я наблюдал людей, которые в состоянии были определять места залегания мин, скажем так. Место, куда упадёт снаряд. Понимаете, вот это вот чувство того, что сейчас вот эта ситуация опасная, лучше из этого помещения уйти. Причём это не профессионалы. Военнослужащие обучаются, есть перечень ситуаций, перечень реакций на них, поэтому у них это в меньшей степени выражено. Вот когда вот... Я вам в дорисовку картины мира проведу такое понятие, которое можно в Википедии прочитать. Оно называется квантовый эластик. То есть, это когда явление интерференции изучали, и там всё пытались поймать, свет – это всё-таки волна или частица, то он же как... То, что он становится частицей, определяет наблюдатель. Тогда они его стали обманывать. Давайте это будет случайно включающийся-выключающийся наблюдатель. Он не будет знать электрон о том, что будут на него смотреть или нет. Получается, что электрон всегда заранее знает, будет на него смотреть или нет. Понятие получило термин квантовый эластик. Собственно, и здесь. Это же связано со временем уже, с предсказаниями. Так же и здесь, на самом деле. По сути, человек играет роль квантового эластику. Ну, условно, я так понимаю. Ну, да. Ну, это мы дали хорошее имя этому делу. А нам же важно не только дать имя... Нет, нам картина мира. ...а сделать из него операции, которые мы можем производить. Понимаете? То есть, мы вот как-то описали этот процесс, вот эти странные вещи, которые происходят, и, слава богу, что физики смирились с тем, что странные вещи происходят. Они по-своему к этому подошли. Они в боевых действиях не участвовали, в горячей точке не ездили. Они вот эксперименты делали, у них здесь парадокс случился. Ну, да-да. А вот эту связность мира уже нужно как-то описывать. Правильно? Не только понимать. Что вся эта фактология, она никак не связывается, и я не знаю, я не могу сказать, но я не вижу запроса у современной науки увязать вот эти непопадающие в картину мира. Там у неё очень много уже составляющих накоплено, от квантового ластика, да ещё до чего-то, до людей, которые определяют демины заложенные. Нет заказа в науке на то, чтобы эту картину мира с учётом вот этого непопадающего простроить. Она вся и всегда, я не знаю, во-первых, она вся грантовая, во-вторых, она вся построена сейчас на индексе Хирша, на цитируемости. Это как раз то, о чём вы говорите. Она вас загоняет в рамки, вы из которых выйти не можете. То есть, если вы цитируетесь друг друга там, то вот вы внутри замкнутого пространства и вертитесь, на самом деле. Вы как раз за него не выйдете. Кто это придумал? Кто им это дело спустил, навязал? Ну, по крайней мере, теперь они будут очень долго бегать в очень замкнутой картине мира. Я вам про это хотел сказать. Ну да, да. Но когда наука возникала, возникли эти форумы мышления, которые обеспечивали её эффективность. То есть, она была, безусловно, эффективна. Тут спора нет, мы видим результаты науки. За счёт того, что были регламентированы операции, которые люди выполняли. А постепенно стали накапливаться факты, которые туда не укладываются, и регламентация здесь не проходит. Не получается, это регламентация. С одной стороны, а с другой стороны, наука подошла к тому моменту, когда мы всё время сталкиваемся с тем, что неописуемо теми средствами, которые у нас есть. Вот есть там концепция большого взрыва, там неважно, она справедлива, несправедлива, другой вопрос, а что было до туго? Как мы это можем описать? Я никак не можем описать. Никак. Это вопрос из астрофизики. А что взорвалось? Да, что взорвалось? А вот не было того, что взорвалось. Но оно взорвалось, да. Оно взорвалось. А вакуум, что это такое? Вот из него частицы там рождаются, и всё остальное. У него там есть своя энергия. А как мы можем описать? Нечем описывать. У вакуума есть своя энергия, это тоже не пустой звук. Есть эффект Казимира. Да, да, да. Всё это есть. А вот как мы можем вот эту реальность описать? Мы можем описать только лишь результаты её работы. Есть такое. И вот мы подошли к этому барьеру, перейти, который можно только лишь тогда, когда у нас появятся эти новые мыслительные операции, которые станут основой уже операции, в том числе и научных, научных исследований и всего остального. Вот в тем-то время это интересно и соблазнительно. Наше время. Наше время. Оно очень интересное. Ну, правда, знаете, как там у Глазкова, чем столетия интереснее для историка, тем для современника печальнее. Нет, есть такое. Да, но оно, безусловно, интересно, потому что мы подошли к какому-то очень большому кризису, который либо действительно мы опять откатимся, ну, как когда-то там Римская империя откатилась, варвары пришли, а потом всё заново началось. Либо мы откатимся куда-то, либо мы сумеем перепрыгнуть, создавшие новые формы работы. И вот когда мы говорим психонетика, психотехники, психотехническое обеспечение, по сути дела, главный пафос-то даже не в том, чтобы там управленцу помочь лучше работать. Вот или там солдату хорошо воевать, в общем-то, это всё понятное дело. Космонавты, в общем-то, правильно, там, где применяются психотехники на самом деле. А самое главное – это вот начать создавать вот тот мир более сильный, чем тот, который сейчас вот близок к кризису и серьёзному кризису. Ну, не мы же первые о кризисе говорим, правильно? Нет, я могу то, что вы сказали, там своими словами переподтвердить. С одной стороны, действительно очень сложно жить, когда тебе форматируют сознание с помощью Википедии какой-нибудь, а с другой стороны, ну не будь бы Википедией, откуда бы я знал про эффект Казимира и эффект квантового эластика, зато я теперь могу за полчаса очень быстро получить для себя, для своего собственного осмысления, набор тех самых фактов, которые требуют ответа, и начать самостоятельно строить собственную картину мира. Не перечитывая за ними, потому что у них там зачастую очень ахинейное объяснение существует, а увязывая её там с какими-то своими представлениями и так далее, построив совершенно новую. Я могу сказать другое, в качестве подтверждения о том, что вы говорили, о том, что грядёт мир, ну пусть не психотехник даже, да, дело на самом деле о том, что когда есть такой институт сложности, Санта-Фе, у него даже из названия уже следует, что непростой институт, вот, институт сложности, там есть такой социолог Павел Турчин, он, собственно, сказал, что что, следующее столетие – это столетие социальных наук. Социальные науки, на самом деле, у нас это такое банальное представление о том, что это какое-то там изучение общества. Я в своё время кучу учебников по социологии перечитал, они все как под копирку пишут одно и то же, про то, что собрались общество, потом из него появилось буржуазное общество, а там родилась демократия, и эти демократические институты развивались, а потом это всё вот это бла-бла-бла-бла, а это называется у них социальной наукой. Реальная социальная наука, она у них как раз построена на этом самом, как правильно убеждать людей. Она изначально была, во-первых, подбита под… она у них всегда математическая, то есть не наша социальная наука, а там всегда математическая. Сколько процентов людей переубеждают, сколько процентов людей. В результате действия на каждый сегмент. Когда мы видим пропаганду, как она строится, она действует на один сегмент, на второй, на третий, причём зачастую одному сегменту преподносится нечто противоположно, чем другому сегменту, понимаете. Там они эту науку развили, там нет социальной науки как таковой, это нам так кажется. Вы знаете, что у нас при Сталине не было социологии, она привез только при Хрущёве, и это ставит в пику Сталину, потому что они называли это буржуазной. Конечно, это буржуазная наука, это наука. Они вырабатывали науку, как управлять людьми без кнута, как раз вот то, о чём вам говорится, да, с кнутом, с пряником. То есть, они научились ей управлять, по сути, и без кнута, и без пряника, с помощью манипулирования. Это требовало серьёзных исследований, и все эти исследования у них там в социологии, они направлены не на демократическое общество совершенно, они направлены именно о том, есть, по-моему, Саманта Пауэлл, небезызвестный муж по фамилии Санштайн, у него есть целая своя работа, которая называется там технология подталкивания. Он был, кстати, консультантом у Обамы, если я не ошибаюсь. То есть, это вот всё есть вот это, когда говорят, мы в работе с вакцинацией будем действовать методами убеждения. Вот убеждение немножко неправильное слово, у них давно разработана система подталкиваний, как бы, где вроде это как ваше решение, но на самом деле не ваше. А ещё такая интересная штука построена, что вот вы обращали внимание, мы же сейчас про разные вещи, можем же про экзистенциональные поговорить, дьявол только подписывать договора. Никогда гиги Светлые Силы договора не подписывают с людьми. Да, как мы возьмём, там, от сказок Гоффмана до всего остального, там, как появляется дьявол, у него договор сразу. И так же и у них, как у дьявола, обязательно твоё добровольное согласие наше. То есть, они тебя вакцинировать просто так не могут, но только при условии, если ты сам добровольно на это согласишься. Это как тёмные силы, которые про вампиров показывают в кино. Пока их не пригласишь, они войти не имеют права, их пригласить надо. Ну, типа сказки, но тем не менее. В основном этого лежит, опять-таки, некоторое управление, когда человек не контролирует то, что им управляет. Потому что насилие, оно проще, в общем-то. Я сохраняю свою внутреннюю убеждённость, так сказать. Я подчинился, ушёл, так сказать, но я знаю. А тут я уже не знаю. Именно, именно. А манипуляция и нужна тогда, когда вы не хотите получить человеку что-то доброе. Для этого манипуляция не нужна, вы ему и так это дадите. Все эти убеждения, подталкивания, ещё чего-то нужно только тогда, когда вы должны человека принять какую-то вещь, которая ему как бы либо вредна, либо не нужна. Так, чтобы он это не осознавал. Это я уж сейчас не помню, кто из тоже социологов-психологов американских именно вывел, что такое манипуляция и когда она как инструментарий появляется. А у меня такой вопрос ещё. В заключение хотел спросить. Помните, вы сказали, что психотехники применяются там и вот там, и ещё у космонавтов. Вы же с космонавтов начинали или нет? Нет, у нас первый заказ, который у нас был в 80-м году, я работал в институте психологии в Киеве, вот он касался как раз обеспечения длительной работы, бесперебойной работы ракетных расчётов, то есть там держался 12 часов, человек, понятно, устаёт и так далее. Но американцы на афетаминах всех держат. Ну да, но у нас вот другой был подход, в общем-то. Ну да, пытались использовать технику релаксации, раз там три часа расслабиться и всё остальное, но он же выходит тогда из деятельности. Рядом велись работы, тогда они носили, тогда они были под грифом, скажем так, вот это обеспечение режима непрерывной деятельности. А что такое непрерывная деятельность? Человек-оператор, трое суток, без права сна, выполняет работу. Ну понятно, на вторые сутки у него уже лёгкий галлюцинос начинается. Вот, ну и как показывал тогда опыт, как показывали исследования, последствия проявляются ещё в течение полугода после этого. Ну если мы вводим опять-таки релаксацию, да, это частично снимает, проблема, но он выходит из деятельности. И там мы разработали вот эти вот системы деконцентрации внимания, которые позволяли осуществлять деятельность вне, не выходя из неё. Вот человек распределил внимание, ну это своя техника, там её долго рассказывать, в общем-то, но она есть. И у нас начались контакты тогда вот с центром космического зондирования, они-то не очень-то афишировались, то оценка космического зондирования входила в систему военной разведки, в общем-то. Генерал Ханцеверов, в общем-то, интереснейший человек, в общем-то, который возглавлял, в общем-то, у них накапливались данные такого рода. Вот, и у нас постепенно тематика стала смещаться в сторону, ну, сохранения работоспособности в изменённых состояниях сознания. А почему в изменённых состояниях сознания? Ну, смотрите, уже военный космос тогда предполагал, что будет развиваться, вот, а системы, скажем, поражения технических объектов, они были ещё далеко несовершенны. То есть, ракету вы запускаете, станция определила, сделала манёр, ушла в управление ракетой, это сейчас только лишь эти системы появились. Значит, что является уязвимым звеном? Оператор как таковы. Значит, на оператора нужно как-то повоздействовать. Вот, и в Америке началось исследование. Ну, и у нас, естественно, тоже. Дистанционного воздействия на оператор. Дистанционного воздействия, да. А нужно же поймать это воздействие, если это воздействие выводит его из обычного состояния. Нужно сохранить самоконтроль. Вот, и вот тогда у нас начались разработки вот этих вот методов самоконтроля в изменённых состояниях, продолжения деятельности. А это вывело, опять-таки, на переживание смыслов. И для нас это была, скажем так, некоторая прагматика, а рядом же развивались смысловые теории сознания, там, Агафонов, Алахвердов, там, всё остальное, в общем-то. Эти вещи стали объединяться. Для центра подготовки космонавта мы только лишь одну вещь у них внедрили, включили стенд подготовки. Вот эти вещи связаны с деконцентрацией внимания, когда человек одновременно воспринимает несколько объектов, динамику этих объектов и так далее. Вот эти вот вещи, связанные с сохранением самоконтроля, ну, тоже используются методы, но что вот, ну, кетамин, сейчас он запрещен, как наркотик, закись азота, то есть, то, что вызывает, в общем-то, лёгкий галлюцинос, а человеку нужно было выполнять деятельность всё равно, несмотря ни на что. Несмотря на галлюцинации, да? Несмотря на галлюцинации. То есть, выполняя действия, которые для него совершенно иначе смотрятся, то есть, он может видеть, он плывёт по морю, скажем так, общается с укулами, а на самом деле он ведёт какой-то арифметический просчёт. Выходит из состояния, продолжает уже в нужной фазе. Это означает, что вот то, с чего мы начали, вот смысловое переживание становится для нас центральным. Вот из него всё остальное начинает проистекать. Понимаете, действие здесь. Откуда действие здесь? Отсюда, в общем-то, вот, из нашего сознания как такового. Для нас это было, конечно, таким ключевым моментом, в общем-то, из чего вся психонетика и выросла. А у меня надо вопрос. А какая картина мира сложилась в результате у вас? Вот я Декарта приведу вам в пример, который говорил, что, собственно, мозговая деятельность не в мозгу происходит. Ну да, она происходит не в мозгу, а к этому уже постепенно склоняется по мере вымирания носителей предних идей. Скажите, какая у вас теперь тогда картина мира сложилась по этому поводу? Ну, если возможно, взаимодействие с оператором, который сидит за пультом где-то, если вы его вообще не знаете даже, что это за человек. Смотрите, вот картина мира, которая... Которая бы объяснила такое воздействие. Важно, чтобы она не только дала правильные имена, имена даются, в общем-то, самые разные, а чтобы из неё проистекали действия. Вот я представляю себя вот таким образом. Есть мир сознания, глобальное, нелокальное сознание, как сейчас принято говорить. Ну, а конечностями его являются наши конкретные сознания. Есть то, что находится рядом с сознанием. Ну, то, что называлось внешним миром, миром материи. Вот я его склонен называть тьмой кромешной, потому как тьма, мы ничего о нём сказать не можем. Кромешная там, кроме нашего сознания, за пределами находится. Вот когда мы сталкиваемся с тем, что принудительно действует наше сознание, ну, допустим, там стол, который мы наблюдаем, вот он принудителен для нас, вот мы не изменим его цвет, и самое главное, это рукой я не могу проткнуть. Вот это показатель того, что на сознании что-то действует извне. И вот есть моё сознание, и есть то, что во взаимодействии с ним создаёт наш феноменальный мир, который мы наблюдаем. Вот, ну, смотрите ведь, когда создаётся феноменальный мир, он же создаётся не только потому, что что-то на нас подействовало и как-то отразилось, мы же его как-то отражаем. Но с помощью зрения мы превращаем вот нечто неопределённое вот в этот стакан, правильно, в воду, там во всё остальное. То есть, у нас всегда, когда мы что-то обнаруживаем, мы его немножко делаем. Есть такое. Да. Ну, и когда делаем, тоже что-то обнаруживаем. Я просто фамилию арабского философа не помню, который вот это дело прям объяснял. Ага. Ну, вот у арабов есть было тяготение к тому, чтобы в основе лежала не вещь, а действие. Вот у Андрея Смирнова это очень красиво описано в его книге. Да. И вот когда мы сталкиваемся с такой вещью, с таким пониманием, понимаем, что мы можем начинать влиять и туда, на тот мир. И тогда становится понятно, вот как все эти феномены начинают проявляться. Вот смотрите, смысловой слой сознания, мы заговорили о смыслах, да? Вот тогда вот в этой картине мира слой смысла, он находится не в нашей голове, он не связан с нашими нейронными структурами, они модифицируют его, безусловно, управляют многими вещами, ну, как любая внешняя структура. Сама по себе смысловое переживание, оно вот там. Опять-таки, вот я с нашим ребятам при занятиях я часто рассказываю историю, если они будут слушать передачу, они со скукой отвернутся и скажут, об очередной рассказали. Для меня она была очень показательной. Ну, смотрите, вот есть шаманы, да? Вот шаман, он отождествляется со своим тотемным животным и начинает с ним взаимодействовать. Как он начинает с ним взаимодействовать? На смысловом уровне. Вот я много лет тому назад, в конце 80-х годов, в Карпатах познакомился с остатками местных шаманов. Уже они, по-моему, вымерли окончательно. Они уже не могли объяснить, как, в общем-то, ну, там, батьку навчив, вот где-то так. Вот тот, который был змеюком и работал со змеями, вот, он показал, как он работает. Вот мы сидим на поляне ночью, он что-то делает, и к нему начинают подползать змеи с разных сторон. Вот я его спрашиваю потом, вот, как ты это делаешь? Он говорит, ну, как-как, ну, там, на карпатском наречии такого, не совсем украинский язык такой, закарпатский, в общем-то, русинский. Ну, як-як, он и змеюкий, и я змеюка. Он говорит, я же мужчина, а не женщина, вот они ко мне ползут. Понимаете, а что происходит? Он выходит, этот общесмысловый слой сознания, и производит операцию там. И там начинается, как бы, реакция на это. Если мы таким образом начинаем описывать эти вещи, или она становится понятна, как вороны, открывшие бутылку здесь, передали свой навык туда, в Америку, как совпадают у нас события, вот и прочее, прочее. А самое главное, когда мы обозревали это смыслами, которые мы извлекаем из форм, которые являются основой понимания, мы получаем, как бы, возможность создания методов работы. То есть, мы не просто обозначаем, но обозначается это слой, можно сказать, энергоинформационное поле. Но из этого ничего не проистекает. Да, из этого ничего не проистекает. Да, там, ноосфера, замечательно. А вот в этой ноосфере, когда мы выделяем вот этот единицу смысла, вот там мы получаем операции. За что я ценю работу Андрея Агафонова, считаю его, я одним из ведущих психологов наших, что он как раз стал рассматривать именно смысл, а модальный смысл, лишённые проявления, как основу сознания, базовая ткань сознания. Если мы делаем шаг дальше, то говорим, да, вот эти смыслы, да, они есть, но они уже не привязаны конкретным людям. Вот у нас есть своя активизированная зона, но мы можем выйти в следующие, рядом находящиеся зоны. И тогда, помимо того, что мы получаем какие-то новые интересные вещи для себя, ловим там свой кайф, скажем так вот, у нас появляется возможность ещё создания технологии оттуда. То есть, вот то, что мы не можем сделать здесь, опираясь на те знания, которые есть, мы подошли к этому пределу, мы можем делать оттуда. И вот когда сейчас современные мыслители, вот ряд мыслителей, большая часть, в общем-то, у нас живёт, там это и Переслегин есть, в общем-то, и Довсюк, там Никитин в Киеве. Все говорят о барьере, к которому мы подошли, через который нужно пройти. Вот я упоминал там Георгия Смирнова, он тоже говорил о барьере мышления, к которому мы подошли. Вот прыжок через него нужно осуществить, а как мы можем осуществить? Только лишь тогда, когда мы со смыслами начинаем работать, а не с чем-нибудь другим. Вот примерно так. Нет, отличный рассказ, я даже подумал о том, что, во-первых, даже сами подвели итог хороший о том, что мы подошли к барьеру, на самом деле, к барьеру чего? К барьеру того самого сознания. Как только это сознание начнёт способным быть работать со змеями, там просто надо ещё одну вещь такую понимать тогда, что наука, она у нас очень сильно тянет на объективизм. То есть, когда одни и те же люди делают один и то же действие, получают один и тот же результат, типа это научно. Да, используют одни и те же приборы. Да, там надо сразу привыкнуть к тому, что разные люди будут делать одно и то же, используя одни условные и те же техники, получать разный результат, потому что там нет объективизма в том месте смыслов, там очень сильно оно субъективно. Вот один человек может змей вызывать, а другой условно там ворон, потому что он только вороной может стать. Я сейчас абсолютно условно это говорю, чтобы никто это конкретно и буквально не понимал. Речь идёт вообще. Потому что там очень важно, скажем, внутреннее, субъективное вот это вот способность взаимодействовать. Она определяется там, я думаю, много чем. Мне приходится говорить, как и вам, уходя от каких-то конкретных этих. Она много чем определяется, но это агигантская область, как вы правильно сказали, к которой мы подошли, видимо, время пришло. Общее какое-то время. В тех самых где-то там смыслах решили, что время этому уже тоже пришло. Ну что ж, большое спасибо. Вам спасибо, что смотрели.